Приветствую вас и проблемы, которые вы описываете, решаются через два аспекта. Первый аспект это ситуация связанная с тем, что вы хотите для всех быть любимой, хотите быть нужной, незаменимой и так далее. Вопрос, который я хочу задать, заключается в том, чтобы определить, зачем, для чего вам это нужно. То есть, чего вы хотите добиться, чего вам не хватает, что вы пытаетесь, собственно говоря, стать для всех нужной и любимой. Понимаете, ваше желание стать нужной, любимой, незаменимой и прочее. В принципе, нормально, но нужно до него находиться самостоятельно, нужно к нему стремиться тоже самостоятельно. Нужно стремиться к тому, чтобы самостоятельно достичь какой-то независимости, достичь каких-то успехов для себя, а не для других. Вы же свои желания пытаетесь реализовать через других людей. В результате становитесь от них зависимыми. И вот в этом заключается, на мой взгляд, первая важная проблема. Пока вы пытаетесь, стремитесь быть нужной и любимой для других людей, вы вряд ли будете. Потому что вы всегда будете от этих людей зависимы, раз вы зависимы от этих людей, значит, они не будут вас ценить. А если они не будут вас ценить, то, соответственно, откуда могут взяться нормальные отношения, откуда могут взяться какие-то равноправные отношения и так далее. То есть вот этот момент, связанный с самооценкой, с любовью к себе, с самостоятельностью, вам нужно решить. Изначально у вас, судя по всему, этого нет. То есть изначально вы нуждаетесь в постоянном одобрении, вы нуждаетесь в поддержке, вы нуждаетесь в неком таком направлении, если угодно. Это все не есть для вас хорошо. Это момент, значит, связанный с первым аспектом. Как я уже сказал, он не единственный, потому что есть и еще одна важная деталь в том, что вы пишете. Эта деталь связана с тем, что вы боитесь взять на себя ответственность за свою жизнь. Вы боитесь не только взять ответственность за свою жизнь, но вы еще и сравниваете себя с другими людьми. Вот для чего и почему вы ориентируетесь на других людей в том, что касается вас, так же непонятно. Ведь у других людей своя жизнь, у других людей свои успехи, свои цели и свои проблемы. Вы же, равняясь на них, пытаетесь быть как они, при этом вы воспринимаете у этих людей только то, что они выставляют на показ. То есть вы принимаете и равняетесь на то, что люди специально показывают, чтобы касаться идеальными, успешными, любимыми и так далее. В действительности же у каждого есть свои проблемы, в действительности у всех есть какие-то, ну, моменты, какие-то неудовлетворенности и так далее. Просто вы этого не видите, не замечаете и принимаете успешность людей за чистую монету. Это тоже ошибка. Чтобы жить счастливо, нужно в первую очередь стремиться к тому, чего вы хотите. И это не оценка других людей. Это то, что нужно вам. До тех пор, пока вы все свои силы ориентируете на признание других людей, пока вы боитесь, ну, остаться одна, пока вы не обречете самодостаточность, не будете себя любить, не будете себя уважать, доверять своим делам, целям, стремлениям. Пока вы не будете самостоятельно стремиться к тем идеалам, которые вы сами себе поставите, другие не будут вас любить и ценить. Потому что вы не представляете для них какой-то ценности, ведь вы готовы раствориться в каждом из них. И из-за этого у вас не получается построить отношения, из-за этого вас недооценивают и так далее. Хотя вопрос недооценки тоже является субъективным. То есть, как проявляется эта недооцененность? Если вы считаете, что вас действительно недооценивают, то возникает вопрос, а что нужно, чтобы вас оценили полностью и почему вы этого не делаете? То есть, если вы, например, чувствуете, что у вас есть способности, вы чувствуете, что у вас есть возможности, то есть что мешает их применить? Например, на работе. Непонятно. Если к заслугам других относятся более внимательно, то это значит, что они, эти самые заслуги, ну, условно говоря, более значимы для тех, кто их оценивает, чем ваши. И тогда возникает вопрос, а вы практически работаете для кого? Для себя или для других? Если для других вы что-то пытаетесь доказать, причем, что-то вы пытаетесь доказать кому-то, на доказывание чего-либо кому-либо, опять-таки, далеко, к сожалению, не уедешь. Потому что не доказывать нужно, людям бесполезно доказывать что-либо. Людям вообще не нужно доказывать ничего. Нужно просто действовать в своих интересах и все. А этого вы пока не делаете. И проблема того, что вы этого не делаете, она на самом деле, если говорить о причинах, то она идет из детства. Вам, родители, не смогли привить изначальную безусловную любовь к себе, изначальную безусловную уверенность в собственных силах и изначальное безусловное стремление к своим желаниям. Вот в этом, я думаю, заключается основная проблема. Дальше. То, что касается лично вас. Здесь, я думаю, проблема заключается в том, что вы ориентируетесь на других людей. Не на свои желания, не на свою личность, не на то, чего вы хотите. И именно поэтому возникают проблемы. Соответственно, нужно ставить себе такие цели, которые в первую очередь важны именно вам. А не кому-то другому. И тогда, тогда очень вероятно, что все у вас начнет меняться. То есть, отвечая на ваш последний вопрос, который вы задаете, как разобраться со всем этим, я скажу так. Вначале необходимо, вот в рамках первой части моего вопроса, проанализировать ваше социальное восприятие себя, личностное восприятие себя, и разобрать имеющиеся комплексы, разобрать имеющиеся проблемы, неуверенность в себе, сомнения в себе. Потом наметить пути развития вас и вашей деятельности в тех направлениях, которые вам интересны, вам нравятся, для себя. И если вы это будете делать, то вы, так или иначе, будете встречать людей, которые разделяли бы ваш взгляд, разделяли бы вашу точку зрения, и отношения будут строиться совершенно в ином ключе, на более высоком, если угодно, качественном уровне. И те проблемные моменты, которые разрешить в вашем настоящем положении нельзя, придется разрешать через детско-родительские отношения. Потому что они также повлияли на то, как вы воспринимаете себя сейчас, как вы воспринимаете окружающих людей и так далее. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!